всем привет так приехала с утра наша раковина все нормально такая как надо да не куська сказать всем привет ребята всем привет скажи такая как надо приехала сейчас женя будет устанавливать раковину вот снял у меня нормально тогда вам говорила подрезал этим заливал по над стенкой по над кафелем этим фейри и так ножом скользил и вырезал вырезал нормально девчонка и куська и пихо люсенькая а мы сегодня с утра встали вчера у нас света не было ребята целый день 8 утра отключили в 3 часа включили потом выключили в 6 начало 10 ваш включили вот ну сегодня снова так же сама с утра но сегодня 8 выключили в 11 включили и вроде бы сегодня по графику в 5 должны вечера выключить на у нас по графику ж вода я уже с утра стирку одну постирала ну пока сейчас есть свет уже дали сейчас еще пойду стирать ну что пока вода идет надо заниматься на уличке тепло но хотя у нас похолодало не знаю как у вас у нас температура снизилась прям вчера вечером было аж прохладно вчера крошку приготовила целую кастрюлю софийка уехала к бабушке в гости мы дома на хозяйстве а мы должны были завтра послезавтра уже ехать в харьков но чуть-чуть у нас поездка отменяется наверно на недельку позже поедем да микки по техническим причинам до отменяется поездка нас микки техническая причина да чуть-чуть надо дома перебыть до пересидеть сегодня кто спал на подушке маминой все по вымазывал по вымазывал застирывала на подушку все застирывала затирала для девчоночка хорошенькая такая ведь я люблю да у меня бить обед девочки перекусках захотелось мне сало и солила маленький кусочек оставался салат мы посолю его не буду замораживать хлебушек соленое сало яйцо не хватает зеленого лука вчера весь порезала в окружку сейчас бы еще лучок зелененький блок добрый шкурку все обрезала съела она такая тоненькая мягенькая тогда самый лучший бутерброд сало ну мы хотели сада порежет я не хочу сейчас пару бутербродиков и дальше заниматься домашними делами вышли с микусечкой на прогулочку погулять погулять на улице хорошо не жарко так свежо комфортная температура я вообще на почту иду мне надо на новую почту забрать посылку думаю ладно микуську с собой возьму погуляем чуть-чуть забрали ему посылку девочки звонят и вам не может показать что там но я думаю мои единомышленники есть среди вас может быть потом когда-нибудь покажу и расскажу что нюхаешь смс очки по цветочков разных голубые белые желтенькие что ты там унюхала уже поднимаемся в подъезде уже раковина стоит женя там меняет сегодня водичка на нити чуть-чуть утекла чистое ничего страшного тёк 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 я пришла бегом микуську помыла как это лохматая высиница это нагрела и покушать потому что нас через четыре минуты должны отключить свет свет отключить а женя тоже еще не успел доделать так нити иди киши беги кушай тепленькая к успела нагреть у нас по графику надо успеть пока вода идет сделать то сделать то наверное у вас так девочки как писали в комментариях тоже без света сидите а у нас воду дают у нас пять дней нет воды три дня есть внутри дня она не идет у вас утра до вечера она идет утром у вас до 10 6 утра по моему до 10 и вечером с 6 до 10 и все а если в этот момент нет света то чутью на воркотю постираете ничего не получится что все поела так плохо мало поелает на после улицы аппетит будет лучше не шершавый потом надо будет до такой мочалочка я тебе дам нашу подходит отверстие туда да и бензин надо примерил уже да и как же не как красивенько все ферри как положил уже сколько лет назад все идеально да хотя бы сюда больше раковины ну что свершилось сегодня после обеда наблюдала за голубкой она прилетела туда-сюда же не меня позвал над наташа смотри она тут крутилась там лет лежала уже яичко маленькое так что у нас будут птенчики как в том году с представляете сидит гнездо конечно такое слепенькая женя это но не же знают ну я так на него смотрю она такое ну ладно им виднее как как это надо строить и гнездышки свои вот сегодня какое у нас число ребята какой сегодня среда или вторник господи уже потерялась дня 26 сегодня 26 число 26 июня отсюда будет видно когда вы уже будет птенец тут хорошо листики не закрывают чем будем девочки мальчики наблюдать интересно да это с того года горлицы или это какие-то новенькие даже не знаю может быть из того года женек там делает делает светошни цвет отключили он там с фонарем раковина будет главное ничего больше не уронить я уже дула может все свои баночки переставить вниз вот это под раковиной тумбочку в этот в контейнер какой-то открыла там взяла себе и поставила а то уж мы открываем а там все стоит в три ряда за одним потянулся а что-то упало или как-то расставить по-другому но уже три раза подал третий раз вот это был финальный а мне только что анютка звонила беседовали с ней чем какой-то на этом ездила сегодня в садик хотела узнавала камилку сдать я не знаю они я как-то против но она говорит камила много очень времени просто занимает она те не успевают все сама делаю ей надо много внимания уделить и не знаю не лучше ну конечно если б я ближе там была я питом помогала также я не всегда там самый лучший вариант для меня вот как вы считаете это лера лера это родная это костина тетя мама родная сестра вот лера бабушка бабушка тоже пусть она помогает лера с удовольствием камилочка ее любит под присмотром и накормит и дома и поиграет и книжки почитает все замечательно перелочь пусть лера нянчил садик стоит 12000 или лучше лере платите и пусть она если тебе надо куда-то уехать пусть она сидит с камилой тем более тем более вера не против я так считаю такое время сейчас садике ну как она вроде нашла неплохой но и безопасно там все равно и вот только начнет ходить садик вот эти будут сопли это у всех так детей сразу же вот эти начнутся болячки и медиками он походил чуть-чуть все уже не ходит ну и не знаю 12000 мне кажется это может это не для кого-то и недорого мне кажется дорого на финансах а может и нет мы ходили в государстве на у нас там был очень недорого ну как там недорого я зале общей девочки голосуем за веру кран влажной вытри так раковинка а на этой же нету туда надписи царсонит как на том было сбоку здесь а тут вот тут написано и помнишь у нас тоже такая стояла потом ты новенький покупал да они потом все равно со временем вода жесткая все облазит хорошо хорошо так а такая уже была замызанная нормально было бы еще раз если не разбито было и на 1 числе и вот я пишу не гарантия 10 лет даются сколько она у нас простояла носит мы не разбили она пищу 100 и конечно мы и начали пользоваться в двенадцатом году вот сколько это 12 лет 12 лет нельзя можно принимать работу все уже не только сказал не трогай час он тут за силиконе все равно немножко раковина отличается и оружие не то было более вот эта часть ровная смотрят по кафелю а это идет как того тут вот эта часть как вот так вот так идет но на пенчу за силиконе и пусть силикон высыхает ничего тут не брызгать чтоб сухонько было все вот главное теперь ничего не уронить и я думаю может мне сюда на полочку все быть сюда всю свою переставить и теперь боюсь вот это что тут много всего берешь что-то одну тянешь я вроде бы всегда и рукой придерживая но ну там потянула тут пала вот это кремния тут стоял и у меня туда бухнулся но но все опасные вот это тяжелая и это тяжелая стеклянная но раз разбивается не знаю хотя тут мне удобно я открыла и вижу тут или сюда поставить какой-то прозрачный контейнер и так выдвигать себе и брать сейчас подумаю в общем жалко будет за 12 лет это случилось только три раза вот последнее время мы аккуратно пользовались к я буду сейчас тут вытирать убирать уже нету понабросал все сейчас я грею тут помою да убираю с вами тогда попрощаюсь ребятки на сегодня нам только дали свету только дали так что можно теперь со светом хорошо убирать лампы заряжать вот эта лампа тоже хорошая долго светит выручает но уже подсела сегодня пользовались вот этой вот вам по из харькова забирала домой хорошо не на крючочках можно повесить как повесил нас тут включил себя светит что то что лампочка все это всем пока пока до сих пор